Ситуация, которая актуальна очень на сегодняшний день. Вы знаете, что сегодня обращение граждан, публичная информация, публичные запады сегодня набрали такие обороты и такие темпы, что теми четырьмя сотрудниками, которые у нас есть, мы еле-еле стараемся держаться в тонусе. Но вот тот узенький коридорчик, в котором идут поток людей, и иногда один, да, один, да, ну я же, ну люди же понимают, что такое публичный запад, что такое вернение грамадян, это и материалка, и все проблемы у людей, которые там пожар заболел кто-то, люди идут иногда целыми семьями, и даже не то, что нормально принять людей, даже разминуться в этом коридорчике невозможно. Да, мы хотим вот тот кабинет 18-й, в котором сидит Виктория Ивановна и Лидия Владимировна, и кабинет, в котором сидит Груднев и Лена Вертигелл, да, перенести туда. И там же потом сделать комнату для приема граждан. Потому что когда проходит какой-то мероприятие, как что-то в конференц-зале, да, а люди начинают по этажам бегать, искать вот эти все кабинеты, это очень неудобно. Вот, я как бы давно живу и работаю в этом городе, и я помню, что именно в этой части здания и была раньше комната для приема граждан, и, ну тогда это не обращение граждан, но был вот этот отдел, который, в принципе, выполнял эти же функции. И когда-то еще там же была комната, тогда это была комиссия по делам несовершеннолетних, вот тоже находилась там. Поэтому, будем говорить, здание исполкома, это тоже памятник архитектуры местного значения. Поэтому мы просим у вас 200 тысяч гривен на то, чтобы вот эту часть здания, привести их в полный порядок, не нарушить никакие архитектурные задумки, которые были изначально, и перенести туда вот эту нашу церковь. Если там есть два кабинета, я считаю, да? Значит, смотрите, там есть как бы, да, есть два кабинета и один вот как бы общий, которым потом вот можно, в принципе, вести прием граждан, когда это не обращается. Очень неразительно. То есть, как только приступаешь с дверью, там видно обобранными ножами, то есть они не могли эти ремонты сделать, а мы не могли, потому что это было в арене, да? Поэтому на сегодня возникла такая необходимая цена, не только для сотрудников даже из полома, сколько для тех людей, которые приходят получить вот эту вот услугу, да, и... Житом-то уголю.